Под руководством главы района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии, на котором присутствовали все заинтересованные службы. С анализом наркоситуации, мерах, принимаемых по профилактике и предупреждению распространения наркотиков на территории Кашхабльского района выступил оперуполномоченный группы наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, старший лейтенант полиции Мубарис Салимов. Так, в целях исполнения межмуниципального программа «Потел в действии Кашхабльского района» на 2001 год, межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльский предприятий общая работа. За 12 месяцев 2001 года на территории Кашхабльского района перегистрировано 7 преступлений АППГ-6. Изъято 309,2 грамма АППГ-291,6 грамма наркотических средств марихуана и растений с архивами, из которых преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Четыре преступления относятся к категории преступлений средней тяжести АППГ-4. В бюджетном году выбрали два преступления, предусмотренных по ст.К 231,2 грамма, то есть незаконное культивирование наркосодержащих растений, в частности КН-3, по которым визиата 23 и 51 пусков растений КН-3, АППГ-1, в личных преступлениях, по которым визиата 27 растений КН-3. Общая разрываемость в 2021 году составила 100%, АППГ-1 также 100%. За потребление наркотических средств без назначения врача, с клиентами ГНК, ума на протяжении Кашхабльского, начинок от 10-15 лиц. Далее доклад об итогах мониторинга наркоситуации и исполнении программных мероприятий на территории района присутствующим представила секретарь антинаркотической комиссии Анжела Гумова. Она отметила, что по данным Адыгейского республиканского наркологического диспансера на 1 января текущего года на учете состоит 6 граждан района, допускающих не медицинское употребление наркотиков. Ситуация в сведении медицинского употребления наркотических средств и новых потенциальных опасностей психоактивных веществ складывается следующим образом. Согласно данным Адыгейского республиканского наркологического диспансера по состоянию на 1 января 2022 года на учете состоит 6 человек, допускающих не медицинское употребление наркотиков. На 1 января 2021 года данный показатель составлял 9 человек. Таким образом, общее количество наркопотребителей уменьшилось на 3 человека. Наблюдается стабильная тенденция снижения показателей болезненности наркомании. Как и ранее, большая часть наркозависимых – это мужчины, средний возраст которых 38-45 лет. Наверное, следует отметить, что ежегодное снижение количества лиц, допускающих не медицинское употребление наркотиков, свидетельствует об эффективности взаимодействия всех участников. Республиканский показатель вовлеченности населения и закон об обороте наркотиков составил в Кашкабрском районе за год 21-2 ровно, что является средним в целом по республике. Согласно республиканским показателям, уровень вовлеченности несовершеннолетних незаконных оборот наркотиков составил 77,6 баллов. При этом уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних является нейтральным. Криминогенность наркомании среди жителей района является нейтральной, составляет 7,4 балла. Это республиканские данные МВД. Уровень первичной заболеваемости 22,4, ситуация нейтральная. Показатель острых отравлений наркотиками среди несовершеннолетних показатель 0 баллов. Таким образом, в соответствии с вышеперечисленными оценочными показателями наркоситуации в Республике Адыгея по итогам 2021 года в Кашкабельском районе призвана как нейтральная. Считается, что климатические условия благоприятствуют вращиванию наркосодержащих растений. Основной, как и долгие годы незаконно противируемой наркосодержащей культуры является конопля, очаги произрастания которой расположены в лесных массивах, в связи с чем обращаюсь ко всем главам сельских поселений, чтобы они совместно со своими специалистами регулярно уделяли внимание этой проблеме. Все мероприятия по профилактике осуществляются в рамках реализации комплексной программы спального образования Кашкабельский район на 2021 год. В 2021 году финансирование мероприятий антинаркотической направленности за счет средств местного бюджета планировалось в размере 35 тысяч рублей, а фактическое финансирование составило 35 тысяч рублей ровно. Был обновлен фонд наглядно-агитационного материала для сельских поселений, а также для общеобразовательных учреждений. Таким образом, оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков благодаря консолидированным мерам исполнительных органов, органов профилактики, правоохранительных органов остается стабильной и по прогнозам республиканским не имеет тенденции развития в сторону ее осложнений. Ожидается, что в 2022 году уровень преступности в республике традиционно будет ниже. Прогнозируемая республика и стабилизация темпов преступности и уровня преступности свидетельствует о наличии потенциала для развития благоприятного варианта прогноза наркоситуации в Кашхабском районе. О проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками в муниципальных образованиях на Тырбовское и Дмитриевское сельские поселения доложили главы поселений. По итогам заседания комиссии были приняты обязательные к исполнению решения, о реализации которых участники антинаркотической деятельности района будут обязаны доложить в установленные сроки.